В этом году март настоящий соковик. Березовый сок пошел на две недели раньше обычного. И сегодня мы научимся его правильно заготавливать. Александр, вообще расскажите, какие березы подходят для заготовки сока? Вот, например, вот это подойдет? Ну, для сока выбираются деревья как минимум диаметром в 20 сантиметров на уровне груди. Здесь можем проверить, это будет меньше, в районе 16. Также дерево должно быть здоровым. А здесь мы, как видим, развита какая-то гниль. Значит, оно уже по-любому, по двум причинам не подходит. Выбираются деревья с хорошо развитой кроной, вот, а оно еще малое и уже совершенно сухостой. С него сока совершенно не будет. Хорошо, тогда пойдем дальше искать березу. А вот это? Вот это будет гораздо лучше. Ну вот, березу мы нашли, тогда идем дальше. Диаметр этой березы 22 подходит под наш стандарт. Как минимум 20 должно быть. Поэтому берем топорик. Подрумянить обязательно нужно от корневой шейки на высоте как минимум 30-50 сантиметров. Вот, у нас опять же все по правилам. Ну что делаем дальше? Дальше берем ручную дрель, прислоняем. Прислоняем ее слегка под углом к дереву, чтобы был стек с самого отверстия. И начинаем пробуравливать. Отверстие в дереве должно быть как минимум 2-3 сантиметра без учета коры. Ну вот. Ох ты смотри, вот уже капает. Вот, и уже можем наблюдать, как начинал, побежал сок. Нам осталось лишь подбить клинок. При помощи топора, которыми подрумянивали. Берем чуть ниже. И опять же слегка под углом подбиваем. Вот, как видно уже сокодвижение, поскольку началось, сок пошел капать, капает активно. Нам осталось лишь последний штрих, это повесить мешок. Кстати, я знаю, вот читала недавно, что каждая береза имеет свою сладость сока. Ну вот, собственно говоря, мы все уже пункты прошли. Осталось только дождаться, как говорится, следующего дня и собрать наш урожай. Не реже раза в сутки должен он сниматься, потому что со временем он начинает забраживать. Александр, а где и как вообще можно купить сок? И что для этого нужно? Ну, для этого нужно в первую очередь взять с собой деньги и обратиться в ближайшее лесничество. Вот, там направят либо в лес, либо можно на самом лесничестве купить. Цены от этого отличаются. Заготавливать самим людям я не рекомендую, потому что много нюансов, как видите, и крона, и здоровое дерево, и диаметр. Поэтому лучше всего обратиться в лесничество, там подскажут, расскажут. Заготовка березового сока продлится еще минимум две недели. За это время лесхозы слегка обеспечат свежим напитком как население, так и предприятие. Вероника Гамзикова, Павел Антонов. Новости недели.